Андрей, давай мы с тобой разберем такой вопрос тайной комнаты. Давай. Давай. Есть ли у тебя тайная комната? Тайная комната. Ну, я знаю, что был целый скандал по поводу моего мнения насчет тайной комнаты. Но скандалят, как всегда, те, кто не врубается до конца, что я говорю, услышит краем уха и начинает, знаешь, как вот это говорят, слышат звон, не знают, где он. Но на самом деле я заметил, что люди, с которыми мне приходилось иметь дело, они научены вот тайной комнате, и это сыграло с ними злую шутку. У них, у многих развился целый комплекс вины, если они не проводят достаточно времени в так называемой тайной комнате. Учение о тайной комнате известно, что взялось из слов Иисуса Христа, который сказал, что зайди, закрой за собой дверь и помолись отцу, который в тайне. И, естественно, первое, на что обратили внимание религиозные светила, как всегда, у них все внешне. Они внешность чаши скребут, а внутренность остается гнилой. И здесь точно так же. Они вот только заметили, комната, закрой дверь, как всегда, вместо сути набор правил, и ввели в это людей, запирайся в тайной комнате. И сидит такой религиозный гномик, который только и занимается тем, что учит людей, он нигде не задействован, ни на работе, нигде. И он говорит, проводите время, вот я, я там по 8 часов, я по 10 часов, и вот результат. А в чем результат? Если результат в том, что ты через эти 8 часов в тайной комнате выходишь к людям и говоришь, вам туда надо на 8 часов, в чем результат? Ты должен вынести оттуда что-то, из-за чего этим не придется уже 8 часов там проводить, если уже ты там сидишь. Понимаете, да, то есть как с Моисеем было, если ты взялся отдельно быть таким Моисеем для какого-то народа, возможно, это на какое-то время и нормально. Но ты взошел туда на 8 часов и вынес то, что надо им, а им уже не приходится туда подниматься. Ну, если это так выглядит. Возвращаемся в учение о тайной комнате. Иисус говорит, говорит это для лицемеров, которые на показ долго молятся. Говорит, а вы так не делайте, вы, не надо заниматься лицемерием. И говорит слово, вот я обожаю это слово, одно из моих любимых слов вообще, он говорит, в тайне. Говорит, смысл не в комнате или не в комнате, а в тайне. А тайна, друзья мои, это дух. Почему он и говорит, ищет всех поклонников, как мы разбирали на уроке. В духе и истине. В духе это первый же смысл, внутри. Второй момент. Когда мы получаем учение о том, что ты есть храм, и, ну, ты храм для Духа Святого. Второе, что ты должен понять следом за этим, что вся молитва должна совершаться внутри, течение молитвенное. По сути, ты и есть эта тайная комната. Когда он говорил с людьми того общества Иисуса и говорил им, что не надо на показ долго молиться. Я живу в таком обществе, где если ты станешь на показ долго молиться где-нибудь на улице, на углах улиц, останавливать, тебя благочестиво мне посчитать. А посчитать за идиота, фанатика, какого-то сумасшедшего и так далее. Мне, наоборот, смирение бы надо, смирение больше, чтобы выйти и сделать это, чем не делать этого. Он и говорит, смиритесь, не показывайте вашу молитву. Потому что Израиль был крайне религиозным обществом. Молиться долго и где-то публично. Это было чем-то таким, чем восхищались. Он говорит, это лживое восхищение. Вам это не надо. Суть не в этом. В нашем обществе, в большинстве сейчас стран мира нет такого. Если ты будешь это делать, то, наоборот, тебе надо смириться, чтобы выйти и публично молиться на показ, как ты говоришь. Поэтому никакого на показ нет. В церкви, да. Но я считаю, что одна из таких молитв на показ, это как раз молитва в тайной комнате. Он выходит и говорит, я по восемь часов молюсь Богу в тайной комнате. И вот твой на показ уже совершился. Ты хоть и был в тайной комнате, но ты сделал, как... Помните, когда за пост, 51 глава, за пост учит Исаия, да. Исаия, когда за пост учит, он говорит, вы постите, чтобы дерзкой рукой бить других. Типа, я постился, я знаю. Он говорит, я молился восемь часов, я знаю, по десять, по восемь. И что? И вот результат, наверное. То есть, а вопрос, что Иисус учит, уже вводит учение. Он говорит, молись в тайне. Это значит, в духе. Он знает, что потом будет... Дух Святой манифестирует тело, как храм. И говорит, самое главное, это твое молитвенное течение. Более того, у меня еще есть учение, которое еще глубже идет. Я говорю о том, что я всегда молюсь. Потому что написано, дух в вас ходатайствует день и ночь постоянно. Производит эту трансляцию ходатайствовать о вас. И поскольку, ну, кто-то скажет, ну, это же не ты, это Дух Святой. Это соединенный со мной один дух. Как написано, соединяющийся с Господом, один дух с ним. Нету разницы. Это как смешать два пакета соли, а потом искать, где мои солинки, а где не мои. То есть, все. Дух во мне постоянно ходатайствует. Чтобы мне в этом участвовать, мне достаточно этого осознавать. И это освободило тысячи людей. Они говорят, так подожди, так ты хочешь сказать, что я хожу и непрестанно молюсь? Я говорю, именно это я и хочу сказать. Я тебе хочу сказать, Дух Святой ходатайствует внутри тебя. Чтобы сбылось слово, непрестанно молитесь. Ну, это же он ходатайствует, а не я. А ты помни об этом, и тогда будешь иметь в этом самое действенное участие. Когда у меня накрывало вот этот момент, который, типа, вот ты там в тайной комнате не сидишь. Ну, какая-то вина подступала. Понимаете? Я сам себе просто говорил, это тайная комната, это я. Во мне постоянно течет молитвенная река. Потому что верно написано, Дух ходатайствует обо мне, даже когда я не знаю, о чем молиться. Если я хочу молиться, и вдруг не знаю, о чем молиться, представляете, он говорит, утешает, говорит, Дух знает, Он ходатайствует. А представьте, что если я хочу молиться, и не знаю, и это происходит, а если у меня есть непонимание, нежелание даже сознательно произносить молитвенные слова, молюсь я или нет? Конечно. Написано, что его действие заключается в том, чтобы подкреплять меня в моих немощах. Будь это незнание, будь это нежелание, будь это вообще полное отсутствие понимания, что я молюсь или не молюсь, там вообще молитвенное понимание какое-то отсутствует. Все это является немощью, которая восполняется Духом Святым. И меня это освободило. Оказывается, молитва перестала быть долгим, тайная комната перестала быть местом, и молитвенное время перестало быть временем. Непрестанное – это вечная молитва, совершаемая Святым Духом в моей тайной комнате, моего тела, моего храма. Это то, что освободило меня от этого учения. Религия истолковала, еще раз повторю, это таким образом, что зайди в комнату и закрой за собой дверь. Конечно, если ты такой лицемер, которого постоянно подбивает молиться на углах улиц на показ, ну тебе надо потренироваться с тайной комнатой. У меня такого желания нету молиться на показ и на углах улиц останавливаться, долго там что-то взывать и казаться благочестью. У меня такого желания нету, значит, и запираться в тайной комнате мне не надо. Именно в таком понимании. Но есть, когда мне нужно уединенное место. Меня спрашивают, так что теперь уединяться нельзя? Ну, можно. Всякий раз, когда твоя душа хочет уединиться, однозначно тебе надо уединяться. Поэтому я не против вот этого тайного какого-то разговора с отцом. Все должно быть на своем месте. Иисус уединялся, и я уединяюсь тоже. Особенно там перед конференциями. Именно вот с такой целью. Потому что мне надо пойти и отдать. А для этого мне надо накушаться вдоль. Во-вторых, это помогает концентрации. Это помогает медитации. Но это не тот закон, что молись хотя бы час, и тогда, и что-то будет. Это не та тайная комната, о которой говорят. Поэтому я не против уединения. Но если ты, кто-то говорит, ну тайная комната это место встречи с Богом. Я тогда говорю, тогда за дверью ты с ним расстаешься. Если это место встречи, значит за дверь вышел. И люди говорят, ну да, так я так и жил. К обеду уже я чувствую, что мне снова надо куда-то в тайную комнату. Почему? Потому что у него нет осознания, что он постоянно в течении находится. А у меня оно есть. И поэтому желание уединяться, оно не вызвано желанием встретиться с Богом. А просто побыть в тихом месте и поразмышлять, громче слышать мысли свои. Ну вот этого. То есть самое практичное применение. А не вот это все, что там рассказывают, что тайная комната это залог там чего-то там. Ты и есть эта тайная комната. Ну вот так, в двух словах на полчаса.